Уважаемые друзья, я так понимаю, что у вас он настоящий вечер, у нас еще только день в самом разгаре рабочий. Как мы и говорили, мы сегодня будем рассматривать в таком укороченном, как мне Галина Геннадьевна объяснила, в укороченном варианте, у вас там одна лекция, то есть один час академический, в укороченном варианте будет рассматривать тему, которая, мы уже говорили, поведем, об этом заслуживает, наверное, и на самом деле она заслужила там множество монографий, занятий всю жизнь, целых научных больших школ, но тем не менее мы поставлены в те условия, в которые поставлены, поэтому я постараюсь сегодня, несколько в другом формате, вы это увидите, рассказать вот о этой теме, то есть о моделях поведения материалов и сред, ну сред не в смысле, что вторников и четвергов, а вот таких сред, как, например, грунты, и строительной конструкции, ну и, соответственно, значимые виды нелинейности с этим связаны, да, мы уже говорили, и применительно к требованиям федерального закона, что-то там... и не пусть погромче сделает. Погромче, да? Все нормально. Нормально, да? Вот, мы говорили уже применительно к требованиям федерального закона 384-го, и, как бы, естественно, он не на пустом месте возник, этот закон, и его требования, это, как бы, от жизни идет, и от теории, и от практики, значит, о том, что серьезные конструкции, находящиеся в условиях интенсивных нагрузок и воздействий, ну и плюс целый ряд специальных конструкций, такие, как большепролетные, гибкие, высотные, вот, их считать без учета вот значимых видов нелинейности, о которых пойдет речь чуть впереди, да, значит, невозможно, да, то есть, ну, наши решения, которые мы получаем в рамках линейно упругих задач, есть не более, чем та самая печка, да, или начальное приближение, от которого мы, так сказать, ведем отчет, ну, а для того, чтобы понять, как наше, так сказать, реальное, там, проектное или фактическое состояние отличается от этой печки, нужно вводить значимые виды нелинейности. Вот немножко я покажу, значит, в смысле, в разрезе наших, планы наших лекций, где мы находимся сегодня, да, вот, ну, у нас сегодня уже третье занятие, если кто не знает, да, называется, еще раз повторю, модели поведения материалов, строительной конструкции и значимые виды нелинейности. Здесь они обозначены, физическое, геметрическое, структурное, генетическое. Опять же, я, как бы, не хочу быть святее Папы Римского и выглядеть более юристом, чем я есть на самом деле, но, тем не менее, вот федеральный закон и те статьи, к которым мы обращаемся в отношении требований обеспечения безопасности зданий и сооружений, в частности, регламентируют, трактуют, что расчетные модели, вот, должны учитывать, да, целый ряд факторов, среди которых, факторов напряженно-деформированного состояния, среди которых мы видим и особенности взаимодействия строительных конструкций между собой и с основанием. В значительной своей части, мы об этом тоже будем говорить и показывать, может быть, не на сегодняшней лекции, в значительной своей части эти факторы тоже носят нелинейный характер. Пространственная работа, мы говорили, опускаем. Вот та самая геметрическая уже физическая нелинейность, о которой мы говорили. Пластические и ирологические свойства материалов и грунтов, их тоже можно отнести, мы говорили, к видам физической нелинейности. Образование трещин, ну, в зависимости от того, как мы это рассматриваем, это можно рассматривать, и как физической нелинейности, и как некая структурная нелинейность, если это такие отдельно взятые макротрещины, да, и целый ряд других параметров, да. Как мы договаривались, значит, поскольку вы люди взрослые, думающие, ну, по крайней мере, хотелось бы, чтобы так было, вот здесь я набросал буквально перед нашим занятием, и с удивлением обнаружил, что в литературе, которая представлена, ну, такими классическими работами, да, вот здесь вы их видите, эти работы, представлены такие известные ученые, и, так сказать, ныне действующие, те, которые работали в середине, ну, и во второй половине 20-го столетия, и которые внесли основной вклад, вот, в области методов, теории методов расчета нелинейных систем. Затем, вот здесь можете это посмотреть, что касается современных таких монографических работ, да, монографических работ на эту тему, ну, есть более позднее, так сказать, более современное издание вот этих работ, но мы видим, что, как ни странно, вот, скажем, в области нелинейного моделирования, в области нелинейных, так сказать, в основном аналитических методов, да, основы были заложены в середине, ну, и во второй половине 20-го столетия, и сказать, что с тех пор, ну, было какое-то серьезное, там, тем более революционное продвижение мы не можем, да, оно произошло в области компьютерного честного моделирования, безусловно, тогда этого не было, но вот, как бы, математические модели, подходы, вот, в значительной своей степени остались, и в значительной своей степени не исчерпаны, то есть не везде еще найдены решения, то есть эта задача, как бы, не до конца решена. Теперь я хотел бы остановиться уже в таком режиме, так сказать, может быть, за доской, да, все-таки рассказать и показать, какие виды нелинейности мы рассматриваем, зачем мы это делаем и что мы получаем. Повторяю, основные примеры, ввиду недостатка времени, я буду показывать на следующих занятиях, да, примеры, вот, как мы можем и к чему ведет учет тех или иных видов нелинейности, да, но так, общие понятия я сегодня вам постараюсь дать, равно как и, может быть, общие подходы к реализации этих понятий. Итак, я кидаю свое насиженное место, я выхожу сюда, надеюсь, что вы меня видите, сейчас расскажут, как лето. Итак, виды нелинейности. Повторимся, да, что мы рассматриваем, и, так сказать, значимо сегодня, как бы, четыре, выделяются четыре вида нелинейности, хотя в строгой градации, как и всякое строгое ранжирование, страдает иногда, да, там, узостью или какими-то соглашениями чрезмерными, но давайте остановимся на этой, то есть это физическая нелинейность, геометрическая, конструктивная и генетическая нелинейность. Что это такое, мы посмотрим, но, значит, я хочу сказать, что они могут в целом ряде конструкций и сооружений существовать, ну, как бы, раздельно сами по себе, а могут существовать в каких-то сочетаниях, да, ну, самое такое общее, это когда мы имеем все четыре вместе, да, то есть физическая, геометрическая, конструктивная и генетическая, да. Я уже говорил на предыдущих занятиях, может быть, даже на двух, ну, на одном точно, что это за вида нелинейности. Тем не менее, я думаю, поскольку занятие у нас сегодня тематическое, я считаю, что это заслуживает отдельного, так сказать, рассмотрения и повторения. Итак, значит, физическая нелинейность, да, вот мы с нее начинаем, да, начинаем с физической нелинейности. Ну, мы уже говорили о том, что физическая нелинейность – это нелинейное поведение материалов, да, нелинейное поведение материалов, причем тут, как бы, нету, нет единой точки зрения, да, что считать, как бы, все ли виды нелинейности или не все виды нелинейности исчезают физической нелинейности, да, ну, вот, например, самый простой пример, есть у нас диаграмма деформирования, да, То есть σx, я уверен, что вы знаете, что это такое. Деформация напряжения, ну, предположим, одноосные или какие-то эквивалентные деформации напряжения. И вот если у нас зависимость линейная, с каким-то углом, тангенс которого равен модулю упругости или модулю деформации, в зависимости от того, что мы там рассматриваем, это обычная линейная упругая закон Гука. И если мы имеем его, то вроде бы никакой нелинейности нет. То есть диаграмма обратимая, то есть по мере нагружения мы по этой диаграмме подвигаемся наверх. То есть растет деформация, растут напряжения, связь между ними очень проста. Если мы, так сказать, опять же, в таких эквивалентных будем рассматривать, это единица, да, σx. Ну, а вот если мы переходим уже к какой-то нелинейной диаграмме, мы сейчас рассматриваем, положим, какой-то гипотетический материал. Не говорим, что это металл, бетон, грунт, дерево или что-либо еще, да. Опять σ некая, некая ε. Вот такая диаграмма, да, такая диаграмма. Вот такая диаграмма, значит, сама по себе говорит, что вроде бы нелинейная, но, опять же, это вот нелинейная упругость или это физическая нелинейность. Есть, так сказать, специфика в этом деле. Сейчас я нарисую рядышком такую же диаграмму и покажу, в чем она состоит, в чем различие. Да, вот вроде бы диаграммы одинаковые, да. Но если у нас сюда, по мере нагружения, да, и разгрузка, значит, состояние возвращается в исходное, да, то есть мы нагрузили-разгрузили и, так сказать, нет ни напряжения, ни деформации, да. Это называется нелинейной упругостью, да. Вот здесь теория нелинейной упругости, с такими диаграммами работающие. Вот. И это такое, как бы, естественно, развитие, да, естественно, уточнение для ряда материала, так сказать, для ряда, там, гиперупругих, например, материалов. Это уточнение модели линейной упругости, модели Гука, такой неогукянский, да, материал. Но, тем не менее, это, как бы, нелинейная, все-таки, упругость, да, то есть обратимая упругость. В то же время, если мы имеем дело, ну, с каким-то уже реальным материалом, предположим, это сталь, да, такая-то углеродистая или иная, да, мы, опять же, вот, идя сюда, можем пройти на эту площадку. Ну, я ее намеренно вот так нарисовал. Она выглядит, конечно, немножко иначе. Вот. Но, когда мы достигли какого-то уже, так сказать, вышли на эту площадку и начинаем разгрузку, мы с удивлением видим, что разгрузка носит вот такой квазилинийный характер. И, обнуляя напряжение, мы приходим к точке с остаточными деформациями, да, вот с этими остаточными деформациями. Вот это уже, так сказать, физическая нелинейность, это, так сказать, нелинейность типа физической линейности, типа пластичности, да, то есть теории пластичности работают с такими материалами. Они характерны для стали, ну то есть для металлов вообще говоря. Характерны они могут быть при определенных направлениях воздействия нагружения для бетона в том числе. Ну и вот здесь мы имеем уже такие эффекты, мы здесь переходим уже не просто к необратимости, а переходим к циклической воздействии. Что если мы идем сюда дальше, мы имеем вот такие кривые гистеризисные, приспособляемые системы. Это уже такой существенно серьезный физически нелинейный материал. И есть разработаны теории, ну вот здесь я внизу, вы видите Ткачанов, основы теории пластичности, это практически такой классик, ну как и Ильюшин, да? Классик этого жанра, работавший, вот я говорю, в 50-60-е казах наиболее активно прошлого столетия в системе Академии наук Советского Союза. И написавших, наверное, одну из самых таких известных монографий, ну по сути такой бестселлер технический, да? На эту тему называемая основа теории пластичности. Вот, то есть мы имеем дело с физической нелинейностью, да? Уже в таком, в прямом виде, в явный рост, да? То есть который показывает, что мы не можем, находясь в каком-то месте, вот например здесь, в нелинейной упругости, сказать, как себя поведет система. То есть мы видим, что это поведение существенно зависит от истории, так сказать, деформирования, да? То есть зависит от того, что, зачем мы нагрузили, как разгрузили и где мы сейчас находимся, да? Итак, это, так сказать, явная такая теория пластичности уже, да, физической нелинейности, которая, повторяю, является базовой по сути сегодня. Ну, эти теории и похожие, да, являются базовыми для описания высоконагруженных образцов и конструкций металлических. Значит, за это дело отвечает целый ряд теорий такого технического свойства. Ну, самые такие продвинутые, широко используемые, это теория течения с тем или иным видом упрочнения, да? Ну, вот есть там с изотропным, кинематическим, целый ряд других. Мы об этом, может быть, будем еще говорить применительно к неким программным комплексам, которые это реализуют. Но вот сегодня, и для цели нашей сегодняшней лекции, достаточно, наверное, вот такой картинки и понимания, да, вот, как бы, вида физической нелинейности. Но, надо сказать, что металл, и металлы, и стали, особенно конструкционные стали, это наиболее, так сказать, изученные конструкционные материалы. Им в свое время, еще начиная с 19 века, тем более в 20 веке, первой половине, было посвящено очень много экспериментальных исследований, накоплен очень большой объем информации, на основании которых, собственно, и были созданы вот эти феноменологические теории, так сказать, ну, как бы, следующие в натуре, следующие эксперименты, то есть описывающие этот эксперимент на макроуровне. Но, разумеется, как бы, вот этой нелинейностью в виде пластичности материала, значит, не исчерпывается все виды нелинейности стали, и тех же металлов, да? Ну, я только упомяну, на это больше времени нет. Так же, вот, довольно широко, так сказать, и глубоко были исследованы вопросы ползучести металлов. Это вот тоже есть классические работы, значит, Малинина, целого ряда других ученых, значит, Роботнова Юрия Николаевича, где так же на основе таких серий глубоких экспериментов были разработаны те или иные теории, ну, в том числе, носящие такой наследственный характер, то есть тоже, как бы, описывающие, каким образом текущее состояние нелинейным образом зависит от всей предыстории нагружения, то есть предыстории напряженно-деформированного состояния. Итак, пластичность и ползучесть, это, по-видимому, два основных вида нелинейности для стальных металлических конструкций. Естественно, в зависимости от марки стали или, тем более, так сказать, других конструкционных металлических металлов, да, это может быть и алюминий, там, титан, сегодня, да, ряд других материалов, да, конечно, и диаграмма отличается, и сами модели поведения, то есть вот те теории, которые описывают, тоже отличаются, но вот, как бы, идеологически они примерно строятся вокруг того, о чем я сказал. Теперь мы переходим к следующему, наверное, такому широко используемому виду сегодня материалов современных, ну, которые широко используются, в том числе, в уникальном строительстве, это железобетон, ну, начинать надо было бы, конечно, с бетона, давайте с него, может быть, и начнем, тем более, есть целый ряд конструкций, которые, ну, практически строятся из бетона, это обычно, вот, массивные гидротехнические сооружения, там, скажем, гравитационные плотины, да, вы, наверное, видели, да, их, вот, всякие, вот, таким образом устроенные, да, плотины, да, плотины, под воздействием, там, гидростатического давления и собственного веса, да, давление, естественно, от воды, вот, такие, это могут быть какие-то арочные плотины, да, вот, с такого сечения, которые работают за счет арочного эффекта, вот, это, такие, циклопического вида сооружений, как вы, наверное, знаете, вот, ну, вот, такие, одно из таких сооружений, правда, слегка армированное, есть, как бы, и у вас, недалеко от Перми, мы там даже проводили ряд исследований, такое, на литрации, это, вот, Камская ГЭС, вот, все они сейчас, вы знаете, находятся уже в таком состоянии, поскольку более 50 лет эксплуатации не очень хорошие, целый ряд элементов деградировало, и вот здесь, по сути, работает бетон, да, в основном, за счет массивности, значит, обеспечивается, и, так сказать, характера напряженного деформированного состояния обеспечивается, что значимая или основная часть элементов этих бетонных конструкций находится в сжатом состоянии, причем уровень сжатия такой, что, ну, как бы, не проявляется нехороших свойств бетона. А что такое нехорошие свойства бетона? Вы знаете, бетон, ну, относительно неплохо работает на сжатии, относительно неплохо, да, где-то, значит, он может удерживать разные марки бетона, там, 10, 20, 30 мегапаскалей, да, и очень плохо, ну, или практически никак не работает на растяжение, образуются трещины, да, и, значит, как говорится, привет семье, да, может, так сказать, произойти разрушение не только образца, но и конструкции. Вот, поэтому, значит, бетон, по сути своей, так сказать, деформационно анизотропен, да, то есть он по-разному работает, особенно при значимых нагрузках на растяжение и нажатие, чего вот нельзя сказать, например, о конструкционных столях, да, которые практически одинаково работают на растяжение, сжатие, вот, и, соответственно, как бы, сообщество инженерное было этим сильно озадачено с самого начала, с момента, как бы, зарождения, вот, бетон и железобетона, это было во Франции, первоначально, еще, так сказать, в 19 веке, и поэтому, значит, для таких конструкций, типа плиты, стены, колонны, значит, железобетона, да, был применен, значит, армирующие стержни, да, то есть арматура, которые, так сказать, должны были взять и берут на себя, вот, как раз, функцию восприятия растяжения, да, то есть они, как бы, кладутся в зонах растяжения, мы это посмотрим, каким образом делается, и должны обеспечить так, чтобы бетон в этих зонах не трещал, ну, или, во всяком случае, если трещал, то арматура могла брать на себя эти напряжения, да. Итак, мы видим, что, вот, значит, конструкционный, так сказать, материал, такой, как железобетон, это очень сложный такой, я бы сказал, такой синтезированный, комбинированный материал, который состоит из двух составляющих, из бетона и металла, которые, в общем-то, работают по-разному, да, и выполняют, как бы, разные функции, да, то есть бетон должен взять, то есть, ту часть напряжения, которая связана с сжатием, да, ну, основную, по крайней мере, да, а металл должен обеспечить восприятие растяжения. Ну, это, как бы, такой инженерный подход, который повсеместно используется при проектировании, об этом тоже, наверное, знаете, и мы это покажем, так сказать, на примере разных программных комплексов и задач, с их помощью решенных, но, тем не менее, тем не менее, да, вот, существует целый ряд задач, в которых мы уже не можем, да, вот, в рамках такого псевдоупругого линейного подхода решать эту задачу, даже из бетонной конструкции. Ну, вы спросите, а что это за задачи такие, да, в которых мы делать это не просто желательно, но обязаны. Ну, если посмотреть даже современные, там, норматированные требования, мы увидим, что, по крайней мере, существует два класса задач, которые, кстати говоря, очень близко примыкают к нашей теме, к теме безопасности, к теме, значит, аварийных воздействий, к теме рисков, живучести, да, это вот задачи, прежде всего, расчета на прогрессирующее обрушение, да, вы, наверное, знаете, что этот расчет, мы об этом говорили, по-видимому, да, что расчет на прогрессирующее обрушение предполагает, значит, некую аварийную ситуацию, ну, это, предположим, выход из строя какой-то важного конструктивного элемента, и необходимость рассмотрения задачи последующих в динамической, динамической, физической и геометрической нелинейной постановке. Вот это вот для железобетона физическая нелинейность здесь напрямую связана с возможностью образования трещин, с возможностью текучести арматуры, ну, за счет тех больших напряжений, которые она будет воспринимать, и, так сказать, реализация это в тех расчетных моделях и анализа тех расчетных результатов, которые получаются, да. Итак, это вот эффекты, так сказать, задачи, так сказать, связанные с рассмотрением устойчивости к прогрессирующему обрушению, ну, значит, есть, вы знаете, наверное, другая трактовка, это так называемая живучесть, идущая, как бы, от судостроения, от машиностроения, да, еще, так сказать, с конца 19-го, начала 20-го веков. И сегодня целый ряд других подходов, целый ряд других задач тоже, как бы, тяготеет или подвигается, вот, к похожему подходу, да. Ну, например, мы об этом будем говорить, современные нормы, ну, атомные нормы давно для атомных станций, а вот, например, последняя редакция, актуализированная редакция, еще не вошедшая в действие по строительству сейсмических районов, ну, с ним был 81-го года, это, как бы, его актуализированная редакция 2011-го года, так же, как в атомной энергетике, рассматривают два уровня землетрясения, да, и два уровня ответственности, да, это проектное землетрясение и максимально расчетное землетрясение, да, проектное землетрясение имеет, там, повторяемость, ну, я условно говорю, да, тема сегодня дискутируется, да, там, скажем, раз в 50 лет, вот, или, там, 100 лет, как в атомной энергетике, да, а максимально расчетное землетрясение раз в 1000 лет, ну, или, там, в 10 тысяч лет, И к последствиям прохождения этих землетрясений, ну и соответственно расчетного обоснования предъявляются разные требования. Итак, разные требования предъявляются. Если проектное землетрясение мы можем считать, ну нам дозволяются линейные постановки, в том числе использовать линейно-спектральную теорию сейсмостойкости, то вот на максимально расчетное землетрясение, последствия которого могут приводить к потере работоспособности зданий и сооружений, ну лишь бы не было там катастрофических всяких последствий, да. И вот максимально расчетное землетрясение, он предполагает учет разрушений, да, возможно, локальных, да, то есть, и вот этот учет разрушений, ну в том числе таких связанных с физической нелинейностью того же железобетона, он предполагает вот учет того, что могут образовываться трещины, может происходить текучесть арматуры, и это надо вот в этих моделях, в динамических моделях, так сказать, расчетная аксферограмма учесть. Итак, мы видим, что сегодня не только пытливые научные умы, так сказать, не только в целях защиты диссертации, да, но и, так сказать, уже со стороны нормативных требований, так сказать, как бы подвигают к нас с необходимостью учета этих факторов, мало того, что в статических, но и даже в динамических постановках. Значит, мы имеем, повторяю, деформационно-анизотропный материал под названием бетон в составе вот железобетона, и вот то, что мы показывали, металл, который работает, так сказать, ну как бы сопротивляется растяжению, это с пластикой, да, но может, правда, так сказать, при сильном сжатии терять устойчивость, то есть надо это тоже не забывать. Вы видите, что это очень сложный такой комбинированный материал с комбинированной же видой нелинейности физической, да, тем не менее, мы вот должны это учитывать по тем требованиям и для тех задач, о которых я, значит, говорил. Причем, уважаемые друзья, я все, что рассказывал, да, говорил, как бы на одномерном случае, и графики рисую, да, одномерные, да, вроде бы одноосное там растяжение, сжатие, на самом деле, конечно же, реальное напряженно-деформированное состояние у нас трехмерное, в общем случае, да, и все это записывается в тензорах, да, ну или векторах там деформации напряжения, то есть это целый такой комбинированный материал. Серьезный математический аппарат, который надо осваивать. Естественно, в наши сегодняшние задачи это не входит, в наши лекции, да, но просто я, считаю, должен обратить ваше внимание на это. Ну, из таких материалов, ну, которые конструкционно, так сказать, широко представлены, ну, представлены в конструкциях, да, конечно же, мы не можем пройти, я об этом не буду говорить подробно, такие материалы, как, значит, кирпичная кладка, вот, Калина Геннадьевна защищала, если вы не знаете, докторскую диссертацию, значит, с моделированием, с использованием фенологической модели, значит, кирпичной кладки, учета вот нелинейных свойств, в том числе, так сказать, образования трещин, да, вот в этой кирпичной кладке. Это тоже очень важная и интересная тема, и, ну, те, кто, так сказать, внимательно ходит, наблюдает за кирпичными зданиями, так сказать, наверняка видели, да, там всякие, так сказать, отколы, значит, трещины, значит, и возникали вопросы, значит, это опасно конструкции, из которых она сделана. И тоже она, так сказать, подвержена, особенно условия деградации, да, там, старения, подвержена целому ряду физически невинейных эффектов, ну, прежде всего, трещина образования. Говорил я как раз о том, что, вот, Калина Геннадьевна занималась этим, занимается этим, со своими учениками профессионально, защищала докторскую на эту тему. Вот, это тоже такая очень сложная область, где еще не все решено, но, тем не менее, вот, я повторяю, в условиях, как бы, и проектирования, и особенно экспертизы, значит, тех зданий и сооружений, которые уже показали некие деформации, некие, так сказать, эффекты трещины образования, вот, учет, адекватный, как мы говорим, учет вот этих физически невинейных эффектов, в том числе эффектов трещины образования в кирпичной кладке и в каменных, так сказать, сооружениях, да, является существенно необходимым. Про деревянные конструкции говорить не буду, они тоже, по сути, обладают нелинейными свойствами. Прошу только не путать нелинейные свойства с анизотропными свойствами, да, потому что анизотропия, это, как бы, присуще особенно деревянным дереву, ну, и деревянным конструкциям свойства, то есть разные свойства по разным направлениям, да, вы это сами знаете в реальной жизни, но это свойство не является нелинейным, да, это просто, как бы, можно учесть в теории упругости, ну, как, вот, так сказать, частный случай анизотропии, то есть разных свойств по разному направлению. Конечно, самый гадкий, самый плохо изученный, самый, так сказать, ну, как бы, сложный с точки зрения реализации нелинейных эффектов, это грунты, да, грунты. Причем грунты, так сказать, это то, что, как правило, человек, как бы, не делает сам, то есть то, что он не может задать реальные свойства, как правило, он может их улучшить, может, там, как-то повлиять на них, но задать он не может, поскольку это то, что пришло к нам от природы, то, что складывалось, сформировалось там многими, там, десятками тысяч лет и даже миллионов лет, да, и то, что мы в лучшем случае можем лучше или хуже изучить, да, но, повторяю, не всегда можем на это сильно повлиять. Надо сказать, что вот те упрощенные модели взаимодействия сооружения с грунтовым основанием, ну, или, так сказать, если у нас подземные сооружения, то, значит, взаимодействие этих подземных сооружений с окружающим грунтом, они, как правило, носят такой сугубо инженерный линейный характер, ну, это вот модели типа Винклера, да, то есть типа упругого основания, такого клавишного типа. Опять же, годятся они только для таких первоначальных, так сказать, прикидок, начальных приближений, но, если, коль скоро мы имеем дело со сложными конструкциями, производимых, там, в условиях серьезных проблем с грунтами, здесь, так сказать, не уйти от правильного учета вот этих существенно нелинейных и реологических, то есть зависящих, опять же, от истории, существенно зависящих от истории свойств грунтов. Надо сказать, что в нашей практике, и я знаю, вот и в практике Галины Геннадьевны, очень много было задач, где как раз грунт играл, ну, если не основную, то одну из основных ролей, и насколько точно мы можем описать поведение грунта, ну, настолько приближенной к реальности, да, мы получаем результат. Более того, хочу сказать, что когда, ну, можно так сказать, забегая вперед немножко, да, извините, хотя у нас на последних занятиях мы этому уделим специальное внимание и будет иллюстрация на эту тему, да, когда происходят какие-то там серьезные аварии, обрушения какого-то рода, да, вот, в том числе, такого, носящий характер, значит, трагический, да, вот среди разных версий гипотез, значит, которые выдвигаются, как правило, среди них есть одна из них, связана вот с каким-то непрогнозируемым, да, так сказать, поведением грунта. Поэтому грунт – это очень важная в этом смысле среда, и описана она, повторяю, наименее подробным, наименее адекватным на сегодня методом. Да, существует целый ряд моделей поведения грунта, некоторые из них, так сказать, вы найдете и в программных комплексах, но это, их так много, этих моделей, так сказать, ну, как бы, примерно столько же, сколько ученых-механиков, грунтовиков, которые эти модели выдвигали, причем все они, так сказать, противоречат друг другу, не любят друг друга и оперируют разными, так сказать, исходными данными. Вот, тем не менее, вот обилие, так сказать, разнообразие и непохожесть этих моделей, и даже разные результаты, которые мы получаем по этим моделям поведения грунта, свидетельствуют о том, что этот вопрос еще недостаточно изучен. Значит, я, когда говорю недостаточно изучен, я, так сказать, не кошмарю, как сейчас принято говорить, ситуацию, да, и не пытаюсь ввести вас в какой-то там стресс, в транс, да. Как раз то, что не изучено, это, как бы, так сказать, елей на душу любому исследователю, то есть это, значит, то самое место, где можно поизучать, поисследовать и внести какое-то свое слово вот в развитие теории и практики этого вопроса, чего я, собственно, вам и себе желаю. Итак, модели поведения, нелинейные модели поведения грунтов, их много, оперируют разными понятиями. Вот, чтобы было понятно, мы это тоже посмотрим, там на ряде примеров, вот такие более-менее продвинутые современные модели поведения, нелинейного поведения грунтов в качестве входных имеют экспериментально определяемые для тех или иных грунтов, да, этих грунтов под одним сооружением, может быть, там, 5, 6, 10 видов, не два, не три параметра, да, в том числе, 20-25 параметров, да. Вот, каким обилием параметров, значит, оперируют сегодня эти модели и от какого количества параметров зависит, да, в том числе, так сказать, вопросы, связанные с несущей способностью, с безопасностью наших сооружений. Итак, это вот то, что касается грунтов и то, что касается физически нелинейного поведения грунтов. Разумеется, все, что я говорил о физически нелинейных, да, вроде бы мы, ну, не то, что условились, как бы так представили, что все это происходит статически или квазистатически, то есть эффекты динамики здесь, пока в том, что я рассказывал, были не столь важны. Ну, с другой стороны, мы уже охватили ряд задач, я о них говорил, в которых динамика явно присутствовала, да, это та же сейсмика, тоже прогрессирующее обрушение, вот, которое происходит, ну, как бы, динамическим способом, как вы понимаете, да, редко, когда мы наблюдаем обрушение зданий или сооружений в режиме такого медленного вальса, да, это происходит иногда там в доле секунды, да, ну, в худшем случае, так сказать, в несколько секунд. То есть все эти эффекты, значит, носят сугубо динамический характер. Вы можете спросить, и, наверное, спросили уже себя в связи с моей преамбулой, влияют ли вот эти модели, модели поведения, в том числе физически нелинейные модели поведения материалов, влияет ли на них вот динамика, да, то есть вот динамические процессы. Да, конечно, конечно, влияет. И можно сказать, да, конечно, и в отношении того, что это изучено существенно меньше, да. В большей степени это изучено для тех же металлов. Опять пропал экран, да. Значит, в меньшей степени это изучено для тех же металлов. И для металлов, в частности, известно, что если, ну, например, мы имеем... Так, где у нас черная ручка? Черная ручка, я ее потерял. Так, ну, хорошо, будет красная ручка. Вот черная ручка. Так, меня видно сейчас, да? Потому что там кое-что пропало с экрана. Вот. Если мы имеем, например, диаграмму деформирования металла, ну, вот такую, положим, да, статическую диаграмму деформирования, то есть мы имеем участок такой упругий, да, где как раз, значит, у нас обратимость деформации имеет место. Имеем площадку текучести, ну, для некоторых металлов мы ее имеем явную, для некоторых явно выраженную, для некоторых не так явно выраженную. Имеем зону упрочнения, ну, и, наконец, не спадающую ветвь, да, в общем случае, где уже, как бы, считается, что все пропало, да, прочность телена у нас. Так вот, значит, если мы имеем вот такую диаграмму для квазистатического нагружения, то для динамики, как правило, здесь есть такой зуб, то есть, как бы, идет увеличение вот этой пределы текучести, ну, и предела прочности тоже, да, она где-то здесь находится. То есть ведет себя материал несколько иначе, хотя и нелинейно тоже, да. Минуточку. Нормально, да? Вот, то есть надо сказать, что динамика, то есть, как бы, эффекты уже не просто пластичности, а эффекты вязко-пластичности, особенно в условиях высокоскоростного нагружения, это отдельная тема, но тема, мимо которой мы не можем пройти, которую не можем обойти, если мы рассматриваем вот такие динамические эффекты. Причем, скажу больше и скажу страшное, вот эти модели, ну, и, как бы, реальное, так сказать, поведение нелинейных материалов, оно зависит еще и от скорости этой нагружения. То есть, грубо говоря, при малых скоростях, относительно малых, ну, характерные для относительно низкочастотных воздействий, такие как сейсмические, мы имеем дело там с одними диаграммами, с одними моделями, с одними теориями. В случае высокоскоростные, например, какие-то обрушения, там, или, как положено, что-то типа удара, соударения, краш-тесты и так далее, мы имеем дело уже с несколькими иными диаграммами деформированиями. Вот, поэтому это тоже надо иметь в виду, что вот эти модели, они не просто зависят, они весьма чувствительны вот к скорости нагружения. Значит, все, что мы говорили до сих пор, касалось физической нелинейности, и, повторяю, эту тему я сегодня лишь затронул, обратил ваше внимание на некую литературу, да, которая, в общем, будет вам полезна, хотя вы видели, что основная часть этой литературы классической, она датирована вот второй половиной 20-го столетия, да, и это не случайно, да, это не случайно, потому что это, как бы, опиралось на большой объем экспериментальных работ, на глубокое теоретическое осмысление, по-видимому, тогда у ученых было время и возможности это все теоретически осмысливать. Вот сегодня ситуация другая, мы все время бежим, все время счет считаем, да, быстро получаем результаты, обеспечиваем, обосновываем прочность и устойчивость уникальных сооружений, и на то, чтобы, как бы, остановиться и подумать, не всегда хватает времени. Ну, это такое, как бы, облегченное мое представление на тему, почему сегодня не возникает принципиально новых теорий, да, почему же так. Итак, физическая нелинейность. Ну, теперь мы переходим к следующему виду нелинейности. Это нелинейность геометрическая. И геометрическая нелинейность, рассмотрение геометрической нелинейности, имеет ничуть не менее бедную, так сказать, теорию, так сказать, ничуть не менее бедную историю, чем физическая нелинейность. Ну вот, давайте я ее тут запишу, чтобы вы ее видели перед глазами. Гимметрическое невинимисто. Повторяю, тема ничуть не менее глубокая, чем физическая, а с точки зрения реализации, возможности анализа, несмотря на то, что аналитически к этому подходили достаточно давно и весьма успешно, ну, по крайней мере, для простых таких систем, как стержни, балки, пластины тонкостенные, оболочки, опять же, тонкостенные, да, для этих систем аналитика сделала много, и, так сказать, вот 20-й век в этом смысле был веком такого как раз плодотворного развития, так сказать, аналитических подходов к решению геометрических невинимых задач. Напомню, напомню, что геометрические невинимые – это, значит, те задачи и те объекты, для которых уже нельзя, без потери точности, да, нельзя пренебречь, так сказать, величиной перемещения или деформации, да, то есть нельзя сохранить линейные соотношения между деформациями и перемещениями в определяющих уровнях, и требуется вводить, там, ну, более, так сказать, или менее, так сказать, точное уточнение, да, уточнение вот этих линейных соотношений, то есть вводить нелинейные члены, то есть нелинейные зависимости. Платой за этой нелинейной зависимости является, конечно, усложнение задачи, является то, что получить решение либо сложнее, либо дольше, либо вообще иногда и невозможно до сих пор, да, и, значит, здесь я покажу тоже, так сказать, на примере таких диаграмм, как себя ведет уже в других терминах, да, ну, например, термин в терминах нагрузка перемещения, ну, там, прогиб какой-то, ну, какая-нибудь там оболочка, да, вот какая-нибудь там оболочка тонкостенная, там, под действием какой-то там системы нагрузок, да, то есть если эта оболочка достаточно пологая, ну, то есть вот у нее соотношение стрелы подъема, там, да, длине или пролету не очень большое, то есть аж, там, кель, меньше чего-то, да, вот там, какой-то, какой-то цифр, да, то эта оболочка, мало того, что может вести себя нелинейно, то есть зависимость между вот этой силой П и вот этим прогибом У, а он может носить вот какой-то вот такой очень сложный характер. Ну, может даже какие-то петли быть, да, то есть вот геметрический линейный область где-то здесь, так, потом мы подходим в область нелинейности, то есть вот геметрическая нелинейность и критическая, может быть, точка, да, то есть точка критическая, где происходит потерю устойчивости, там, по-разному есть, бифуркация, прощелкивание, то есть мы можем либо спуститься сюда, либо пересчелкнуть на какое-то другое состояние равновесия, которое уже будет иметь какую-то там другую форму, предположим. Это сугубо нелинейные вещи. И тут существует, повторяю, такая богатая, красивая аналитика, в которую, повторяю, внесли вклад целый ряд известных в свое время гремевших имен ученых, в том числе российских, советских ученых. Но сегодня мы об этом будем говорить. Мы можем решать задачи более сложные с точки зрения геометрии, нагружения, решать численными методами. Но сказать, что всегда мы можем решить эту задачу, всегда можем определить эту критическую точку, всегда можем пройтись по этим неравновесным, закритическим ветвям, мы сегодня не можем. Я могу сказать, что защищаются докторские диссертации на эту тему, не всегда успешно, кстати говоря. И единого подхода нет, потому что это очень тонкий механизм. Каким образом эти большие перемещения, которым свойственны эти геометрические изменения задачи, каким образом их учесть в соотношениях и получить устойчивый единственный результат. Опять же мы видим, что здесь проявляется существенным образом не единственность решений и необратимость задачи. Потому что, находясь на одном и том же уровне перемещения, скажем, мы видим, что этому уровню перемещения могут соответствовать, например, три состояния. И это зависит от того, как мы подошли к этому состоянию. Подошли мы к нему вот отсюда как-то, или вот как-то наоборот спускаясь отсюда. То есть как бы нет единственности решения. Кстати говоря, многие нелинейные задачи, существенные нелинейные задачи, этим грешат. То, что они не имеют единственного решения, что это зависит от истории нагружения. Ну, что уж там про динамику говорить, это еще более сложно. Вот. И поэтому, значит, вокруг этого идет большая борьба. Борьба, каким образом этого решения достичь, и как образом доказать, что оно именно то, которому можно доверять. То есть, как бы верифицировать этот результат. Итак, я вам показал, как бы, такой, ну, наиболее очевидный классический случай, там, пологих оболочек на костенах, где вот такие сложные. Значит, конечно, это не единственный случай, там, да, существует целый ряд других, так сказать, задач, где это существенно, да, это и стержни, там, криволинейные, и, так сказать, прямолинейные, так сказать, вот, и другие задачи. Ну, вы можете спросить, значит, имеет ли к этому какое-то отношение, там, теория устойчивости типа Эллера? Да, имеет, просто мы, как бы, с помощью, вот, решения задач, мы об этом будем говорить, так сказать, устойчивости начальной формы равновесия, да, с помощью, как бы, такого квазилинейного, так сказать, подхода, пытаемся искать вот эти самые критические точки, то есть критические нагрузки и формы потери устойчивости. К сожалению, этот подход, подход вот такой линеризующий, да, он годится для весьма ограниченного класса конструкций, да, это, так сказать, достаточно, так сказать, расхожий такой инженерный прием, он используется сегодня, да, до сих пор, но если мы имеем дело вот с таким сложной формой сооружения, мы имеем дело с многокомпонентными системами, да, которые не сводятся просто какой-нибудь цилиндрической оболочке или там не сводятся к какому-то прямолинейному стержню, то мы вынуждены вот таким образом, степ-бай-степ, да, пробираясь по, так сказать, геометрической немедленной задаче, выходить на некий критический уровень, с помощью специальных процедур искать, да, искать вот эти критические точки и пытаться, так сказать, искать те неравновесные кривые, на которых может деформироваться, на которые может переходить наша конструкция. Это очень сложная, ну, от этого, может быть, не, так сказать, увлекательная задача, но сегодня, можно сказать, что не современный потенциал численных методов, не тех программных комплексов, о которых мы будем говорить, не позволяет уверенно сказать нам, что для всякого случая, да, мы можем найти вот уверенно вот эти самые геометрические немедленные решения. Вы можете спросить, а вот как бы вот эта геометрическая немедленная, она живет как бы отдельно от физической немедленной, ну и, соответственно, физически? Нет, я там показывал, что для целого ряда конструкций, ну, в том числе этого типа, они могут сопутствовать друг другу, значит, подгонять друг друга, или, наоборот, препятствовать друг другу, да? То есть вот соотношение нелинейности таково, что они могут как бы порознь существовать, так и для целого ряда конструкций одновременно. Но, вот если уже подходить к методической базе, да, вот, значит, я, например, являлся, и чем дальше, тем более, так сказать, укрепляюсь в этой своей позиции, являюсь противником, когда, значит, этими нелинейностями замазывается реальная проблема. Ну, как это происходит? Вот, искать сложные конструкции, да, и так надо ее посчитать как нелинейную. Значит, врубаются все сразу виды нелинейности, то есть сразу там и физическая, и геметрическая, и там структурная, или там конструктивная, и генетическая. Все врубается, и если, не дай бог, или о счастье, процесс расчетный приводит к какому-то результату, этот результат выдается за истину, да? Правда, когда автор этого результата, как правило, спрашиваешь, а вы можете как-то прокомментировать этот результат, почему такое странное получилось соотношение, почему такая странная зависимость? Ответ такой на уровне двоечника, да, ну, программа же посчитала, все, вот, значит, давайте верить этому результату. Нет. Значит, надо подходить к этому очень аккуратно, как бы, степ-бай-степ, что называется, да, пошагово. То есть, если есть ряд нелинейностей, ну, или есть подозрение, что эти нелинейности проявляются, вот мы делаем так, сначала решаем линейную задачу, это такая печка, да, о которой мы говорили, печка, от которой мы отпрыгиваем, да? Мы видим, что в рамках этой линейной задачи получились где-то большие перемещения, значит, это подозрение, что есть там проявится гимметрическое. Где-то большой уровень напряжения, предположим, есть подозрение, что там есть физическая нелинейность, да? И вот тогда мы сначала врубаем, предположим, физическую нелинейность без гимметрии, смотрим, насколько изменился наш линейный результат, линейно-тругий, да? Потом врубаем отдельно гимметрическую нелинейность без гимметрии, смотрим, насколько он изменился по сравнению с гимметрическим линейным, да? И только после того, как мы поймем, что это правильно сработало, что мы можем объяснить вот эти результаты нелинейные, только после этого мы можем врубить обе нелинейности сразу и понять, к чему они приведут. Либо они приведут к какому-то там гашению друг друга, так бывает, либо к какому-то синергетическому эффекту, когда, значит, одна нелинейность усиливает другой, да? Поэтому, значит, повторяю, нелинейность – это сложное явление, которое описывается сложными уравнениями и решается с помощью очень сложных, не всегда сходящихся численных моделей. Вот, поэтому к этому надо относиться не как некой индульгенции, что типа мы врубили все нелинейности, и мы правы по этому, да? А как, ну, к определенному вызову, да, что вот перед нами поставлена такая задача сложная, да, мы пытаемся шаг за шагом понять, что дает та или иная вида нелинейности, то есть тот или иной вид нелинейности по сравнению с линейной задачей, и потом, что дают они совместно. Вот такой подход имеет шанс венчаться успехом. Я говорю аккуратно, потому что на моей практике не все задачи, которые вот ставили с нами в такой постановке, находили у нас и у наших коллег удовлетворительные решения. Идем дальше. Да, я, когда говорил о геометрической нелинейности, я, как видите, пока оперировал в основном... Давайте я еще раз ее тут нарисую. Оперировал в основном большими перемещениями, то есть перемещения с измеримыми, с характерными размерами нашей конструкции, при которых мы не можем пользоваться линейными соотношениями между деформациями и перемещениями. На самом деле существует внутренняя градация, внутри геометрической нелинейности градация видов нелинейности. Существует градация видов нелинейности. То, о которой я сказал, это нелинейность по перемещениям, это может быть перемещение, большие углы поворота каких-то систем, как статики, так и динамики, в частности говоря. И целый ряд задач неустойчивости, о которых мы, наверное, слышали, задачи Флаттера, например, это тоже такой своеобразный вид геометрической, только динамической нелинейности и автоколебательных процессов. Но существует нелинейность и по деформациям. То есть бывают системы, бывают материалы, которые являются существенно геометрическими нелинейными, у которых уровень деформации уже... Ну, так сказать, нельзя его считать пренебрежимо малым по сравнению с единицей. То есть уровень деформации там значим, и там нам приходится уже вводить тоже на уровне соотношения между деформациями и перемещениями уже соответствующие тензоры деформации, которые учитывают вот эту большую величину деформации. Целый ряд таких материалов имеется, в том числе вот такие резиноподобные материалы, и для них существует целый ряд вот таких теорий. Просто надо это иметь в виду. И пойдем дальше. Следующий вид у нас нелинейности, третий, да, это конструктивное или структурное. Здесь существует, ну, некий произвол, ну, не смертельный, по-моему, конструктивное. Или иногда пишут структурное. Ну, перевод, прямой перевод английский, структурное, это как раз конструктивное, да, значит, прямой перевод структурное. Нелинейность. Мы уже говорили, повторюсь, что конструктивная нелинейность, это все, что связано с изменением, как бы, ну, конструктивной схемы, да, нашего сооружения в процессе нагружения, да, то есть вот что-то входит, или что-то выходит из работы, да, и меняется, по сути, по ходу конструктивная схема. И сюда примыкают и задачи контактные, да, то есть контакты с открытием, закрытием каких-то швов или поверхностей, с трением. То есть это достаточно широкий такой класс задач. Почему я говорю, что есть некоторый произвол? Потому что все-таки, вот если посмотреть конструктивную нелинейность, она примыкает или содержит в себе, да, какие-то элементы зачастую и физической, и геометрической нелинейности. Вот, ну, как бы, или, так сказать, является следствием, значит, физической и геометрической нелинейности. В ряде случаев, не всегда, конечно, да. Тем не менее, вот этот вид выделяют в качестве отдельной, да, и, ну, наиболее такими, ну, что ли, сильно разработанными, и, так сказать, имеющие богатую историю, здесь являются вот задачки, связанные уже, вот я говорил, с контактными задачами, с контактным трением, да. Вот, например, если мы имеем какую-нибудь, ну, условно говоря, плотину, или, там, здание атомной станции, тогда, предположим, она у нас стоит на грунте, у нас подается сейсмический какой-то сигнал, ускорение от времени, да, и, предположим, у нас происходит так называемый аплифтинг, то есть отрыв, отрыв, частичный отрыв, там, да, нашего здания от грунта, да. Вот это одна из таких задач, динамических уже даже, да, не только статических, да, динамических задач, такого контактного взаимодействия, или, так сказать, открытия-закрытия швов макротрещин и целого ряда других контактных поверхностей, которые можно отнести к задачам с конструктивной невинейностью, да. Хотя, есть, так сказать, я знаю люди, которые, как бы, отказывают этой конструктивной невинейности, да, так сказать, самостоятельности, да, говорят, что это просто следствие, так сказать, ну, некой работы системы, так скажем. Тем не менее, мы это имеем в виду, и следующий вид невинейности, о котором я буду говорить, так называемый генетический вид невинейности, который является еще более таким сложно сочиненным, этот вид нелинейности, как вы увидите, тоже связан, может быть, связан с геметрической, с конструктивной нелинейностью. Итак, четвертое, это у нас генетическая нелинейность. Ну, название такое красивое, понятно, речь идет о генетике, то есть, как бы, о последовательности, об истории, да, об истории вопроса. И самым, ну, таким явным примером, самым важным примером, я сегодня, может, даже небольшую иллюстрацию этого примера покажу, геометрической нелинейности является как раз последовательность возведения, да, вы, наверное, знаете, что, мы об этом говорили, во всяком случае, вскользь, что вот те схемы, многие, по крайней мере, из тех схем, которые являлись базовыми и не подвергались особым сомнениям, да, еще, так сказать, там, 5-10 лет тому назад, ну, в частности, схема одномоментного возведения, да, то есть, грубо говоря, мы считали так, что, вот, как бы, есть свободный грунт, да, поверхность, прилетел вертолет и поставил здание, вот что такое одномоментная схема, да, то есть, ничего не было, да, ничего не было, вот был грунт, и вдруг возникло здание, там, предположим, какое-то многоэтажное, с каким-то там ядром жесткости, да, предположим, вот, и мы смотрим под воздействием нагрузок, да, тех или иных сочетаний, если мы говорим о упругой задаче, да, какое напряженно-деформированное состояние вот этой системы, системы основания сооружения, да, или основания здания. Получаем какое-то распределение вот этих напряжений, усилий, армируем, если это железобетон, подбираем сечение, если это металл, и так далее, да. А вот, как бы, реальная схема, реальная эта схема, ничего общего с этим не имеет, да, нет, ну, конечно, бывает, когда вертолет что-то там приносит, но вряд ли он принесет, там, 40-50-этажное здание, или там, какой-нибудь торгово-развлекательный комплекс, или там, тем более, стадион, или дворец спорта, да. На самом деле, это целый процесс, процесс, который включает отрывку котлована, заполнение, и возведение, там, сказать, поэтажное, или какими-то другими захватами, возведение здания. То есть, сначала вот один этаж, потом другой, третий, и так далее. То же самое здание нарисовал, да? Ну, вы можете спросить, а какая разница-то? Неужели вот это одномоментная схема, да? Одномоментная, и поэтапная, ну, то есть, генетическая нелинейность, вот мы их сейчас напишем. Что, они разные результаты дают, спросите вы? Да, отвечу я, причем кардинально разные в ряде случаев, причем разные даже качественно, да? Вот я, может, покажу пару задачек, уже, так сказать, в режиме презентации, да, которые мы, так сказать, решали, вот, и на которых показано, да? И, кстати, это поддерживается в ряде программных комплексов, об этом мы тоже будем говорить, так сказать, так называемый режим монтажа, или поэтапности возведения. Ну, в универсальных программных комплексах такого понятия нет, но там есть другие понятия, которые можно пользоваться, другие опции, да? Значит, оказывается, что если учесть не просто вот формально, что этаж за этаж, да, так сказать, кирпич на кирпич, а учесть, что происходит в процессе монтажа, ну, или возведения, а что происходит в процессе монтажа? В процессе монтажа, вот мы возвели один этаж, ну, не мы, прораб там, да, с рабочими возвел один этаж, да? Ваш этаж продеформировался как-то там, да? Как-то продеформировался. Надо возводить следующий этаж, да? Что делает прораб? Он что, возводит, ну, или там, как правило, возводит следующую конструкцию, конструкция следующего этажа на вот этот деформируемый? формируемый этаж нет он выводит все отметки все отметки куда он будет ставить колонны стены выводят на проектный уровень подтягивает и только после этого возводит следующий этаж по сути эта задача получается не просто генетически в этом смысле не линейная она получается и геометрически нелинейная потому что оказывается что мы должны каким-то образом это все учитывать ну каким тема отдельная у нас не лекции по численному моделированию но тем не менее это так и вот значит если для схем одномоментного возведения схем одномоментной расчетной модели мы зачастую для целого ряда конструкций вот я одну из них привел когда у нас есть какой-то там жесткое ядро или диафрагма и есть достаточно гибкие таскать этажи колоннах мы зачастую получаем результаты по усилиям ну по перемещениям в меньшей степени по усилиям абсолютно не физичные да то есть у нас получается в частности колонны верхних этажей находится в растянутом состоянии то есть вместо того чтобы воспринимать нагрузку держать перекрытие они как бы повисают на перекрытие да то есть это вот прямое следствие того чтобы делаем это все одномоментно да а вот непоследовательное если мы делаем это с последовательным возведением с учетом значит истории этого возведения с учетом геометрической нелинейности в том числе то есть вот влияние там больших перемещений вот то то значит мы получаем вполне физичные результаты согласующиеся ну не только со здравым смыслом но и с теми измерениями до которые для ряда экспериментальных таких сооружений было были проведены и так генетическая нелинейность ну в переводе на то что я рассказывал это значит последовательность возведения да который нельзя пренебрегать который нельзя пренебрегать вот я с вашего позволения присяду и может быть найду последнюю нашего это как бы не это не как бы рояль в кустах это действительно наша последняя работа ну последний я надеюсь не в том смысле что мы больше ничего делать не будем по времени последний да а сейчас я вот гляну на наш этот огромный список того чем мы занимаемся а вот вот последний год есть такая башня эволюция москва сити вот она как выглядит да то есть в москве есть такой вы знаете такая зона ну в хорошем смысле этого слова да москва сити то есть международный деловой центр который сплошь утыкан вот такими разного рода высотками в каждой на каждой из которой архитекторы самореализовались конструкторы вынуждены это были как бы конструктивно обеспечивать ну а расчетчики вынуждены были так сказать вот подбирать за архитекторами конструкцию значит понимать как вообще все это работает и обосновать так значит что произошло значит вот такой вот такая спираль закрученная так сказать такую в правую сторону вот ну можно было сказать бы что это что-то напоминающее днк правда такой не трех а четырех ветвевой но мне мой сын биолог сказал что днк закручена в другую сторону ну вот значит такое неправильное днк такое значит давайте посмотрим в чем там проблема то была вот это все построили уже практически да естественно перед этим было изыскание перед этим был проект перед этим были расчеты по одномоментной схеме которые показали там значит какой уровень перемещений какие должны быть какое армирование вот в этих колоннах и в стенах должно быть да вот когда уже дело подошло к концу значит потенциальный покупатель этого здания ну понятно что это не бедная организация значит решил провести замеры замеры перемещений характерных этажей ну вернее колонн характерных вот уже вот практически возведенного здания да уже с навешанными фасадными конструкциями но еще не не купленных так значит вот я хочу показать значит по результатам измерений которые делались значит вот на этом уже здании возведенном ну это вот модели наши понятно это как бы мы об этом будем говорить отдельно значит что дала что дала схема одномоментная да и что показали измерения ну для начала сейчас мы пролистнем вот этот богатый материал о нем будем говорить может отдельно как-нибудь в связи с чем-то другим да вот вот что я хотел показать вот смотрите уважаемые друзья и коллеги вот значит смотрите что мы имеем это отклонение по двум как бы горизонтальным координатам ну по x и y глобальным да что мы имеем вот это вот такая пила пила видите да такая вот это вот экспериментальные данные замеров да вот которые очень сильно отличались ну вот я вот показываю красную линию это вот проектные данные которые были получены по одномоментной схеме да вы видите да куда выводят перемещение то есть как бы чем выше этаж тем больше вот эта закрутка это по сути закрутка здания да горизонтальное перемещение две компоненты показывает такую закрутку здания ну в ту же сторону в которой закручены как бы сами этажи да по часовой стрелке если смотреть сверху и это вызвало дикий переполох потому что значит вот показали замеры так вот видите да а вот пока вот расчет в чем дело почему значит ну значит к нам обратились значит а и мы естественно сначала тоже провели так сказать одномоментно и получили вот похожий результат но это по разным программам мы это сделали по ансису там до нас это делалось по другим программам после того как мы сделали это поэтапно этаж за этаж 55 этажей отдельно каждый этап с запоминанием с подтягиванием вот тот самый прораб прораб внутри программы сидел в ансисе вот подтягивал и значит шел на следующий этаж вот что мы получили то есть видите что тренд уже совсем другой близкий к измеренному когда мы говорим о достоверности это вот измеренные а вот это уже действительно реальные отклонения то есть наклоны и экстраситет и колонн но они правда уже не столь значительные вот не такие да вот они считаются уже не десятками сантиметров а там то есть десятками миллиметров так скажем в лучшем случае да... в худшем случае и уже вот эти отклонения мы уже завели в модель То есть, наклон колонн и экстраситет колонн мы завели в модель и получили, что происходит от этого. Это уже другая тема, это тема чувствительности конструкции, ну и, собственно, наших моделей, их результатов, чувствительности к отклонениям конструкции от проектных идеальных положений. Ну, соответственно, все, повторяю, было заведено и получены результаты, вот здесь они тут тоже представлены, отдельная тема, будем ее посвящать время, значит, результаты, которые показали, что покупатель может спокойно это здание покупать, да, так и все, кратко говорю, то есть там ничего ему не угрожает, да. Вот, уважаемые коллеги, о чем я хотел сегодня рассказать, спасибо за внимание, и если есть вопросы, готов ответить, если нет, присылайте, значит, будем отвечать, так сказать, на следующем занятии или письменно, как вам будет удобно.